Даня, я тебя люблю! Всем привет! Меня зовут Алина Загитова. Мы в моем любимом мегаспорте смотрим на тренировку мальчиков, а потом с ними пообщаемся. Привет! Че ты так валяешься? Желаю. Жестко. Слишком готов. Когда ты в последний раз красился? Ты же красишься? Нет. Нет? Я выгораю так на солнце. Да ты красишься! Нет, я вот клянусь, я не крашусь. У меня один цвет. Ну что ты делаешь? Я же сейчас это... Три часа стоял. Я не крашусь, но три часа причесываюсь. Ладно, иди. Врум. Тренировка хорошо зайдет? Все, посмотрим. Как тренировка прошла? Да вроде достаточно неплохо. Ты кашлял? У тебя кто-то со здоровьем? Little bit, скажем так. Я же с Амары снялся. Да. Я вернулся с Казани в первый же день. Получается, не отдыхал. В воскресенье мы ночью прилетели. Я в понедельник пошел на тренировку. Во вторник меня уже накрыло немножко. Я пролежал целую неделю. А сколько готов ты сейчас? Честно говоря, форму немножечко свою потерял. Скажем так. Где-то на... Ну, 50 на 50, поверьте. На первом этапе ты стал первым. А здесь куда метишь? Ну, здесь конкуренция побольше. Все-таки шестой этап. И здесь участвуют три победителя с прошедших пяти. И Марк, и еще сильные ребята. Поэтому здесь, конечно, будет сложнее. Что-то новенькое мы увидим в твоих программах. Экспериментировать. Вот можно было на контрольных прокатах, например, где пошел ритбрагер в короткую палку, произвольную, сделал там немного недокрученный. Как бы показать, что идет какая-то работа. Возможно, когда-то он станет стабильным. Но чтобы на соревнованиях получать, например, выйти и сделать тулуп на плюс 2, получить за него 11,5 баллов. Или ритбрагер не докрутить, и сразу там будет 7. Ну да, тут, конечно, нецелесообразно. Что сейчас будешь делать? Смотря кто приехал, может, с каким-то ребятами посидим вечером, повспоминаем было. Так вы аккуратней. Да. А ну, в Омске также аккуратно. Вот, все, пришел. Нет, Дин, пойдем, я говорю, мы сейчас сидеть будем. Эй, нет, мы мне нужны еще. Все, давай. Ну ты уже не нужен, все, иди. Давай. Да. Все, пока. Извини. Следующий. Вот так я меняю мужчин, как перчатки. Ну что, как у тебя настроение? Хорошее. Как сердцебиение? Хорошее сердцебиение, настроение. Тренировка плохая. Я видела, сейчас ты валяешь. Я спросила перед началом тренировки. Слушай, ну удивительно, на самом деле. Да, я виновата, да? То есть я виновата. То есть ты хочешь сказать, что я виновата, потому что у тебя плохая тренировка. Нет, нет, безусловно, я виноват, конечно. Но на самом деле мне самому смешно, я выхожу с тренировки, смеюсь, улыбаюсь, потому что... Уже, наверное, на протяжении месяца таких тренировок не было. Но я думаю, что это связано с тем, что мы сегодня рано утром в 6 утра только садились в поезд и 4 часа вот на этом чуть-чуть, да, спинка, бобо, туда-сюда. Но мне кажется, так и должно быть. Петя Гуменник сказал, что у него, что когда он плохо тренируется, он более спокойно выходит на старт, типа, что все получится. Ну да, я на самом деле человек форс-мажор, я на чемпионате Европы в 2018 году вообще не пришел на тренировку, забыл тканьки, я одевался в автобусе, но мне это помогает. Но на самом деле нормально, все хорошо. Травм, ничего нет. Слушай, все есть. Все оно есть. Нет, это в спортивном режиме, когда ты тренируешься активно, мне кажется, ты знаешь эти ощущения, когда что-то болит, но приходится с этим справляться, и это уже боль переходит в норму для тебя, и ты не замечаешь, оно как штатное. Ты просыпаешься утром, тебе нужно сделать вот так, там пахом, немножко вот так, плечиком дернуть, да, знаешь. Знаете, не с кофе утром у тебя? Нет, нет, конечно. С хрустом. С хрустом. Какие-то форс-мажоры при подготовке были? Коньки поменял, а так нет, на самом деле. Новые? Да, встал на новые ботинки, но на самом деле подготовка была такая прям ударная, много нового, чего-то подчеркнули, что-то внедрили в программу, немножко поменяли заходы где-то, нашли удобство нового. Целишь на первое место? Ну, куда, надо всегда же туда целить. Угу. Вот. Ну все, ну вот, давай. Ну да, да, будем стараться. Вот такими получились тренировки наших мальчиков. Смотрите короткую программу на первом. Я покаталась, получилась прекрасная тренировка. Как вы подготовились к этим соревнованиям? Достаточно неплохо, я много работала. Посмотрим все в прокате. Хорошо. Пока. Пока.